а с какого с какого города казахстан алматы алматы а я у вас был я у вас был я после армии у вас был честно такой при при это сам у нас борт сел как говорится думаю мы такие все вышли знаешь корица ура родина но это еще время ссср было и как бы знаешь это такое странное состояние как бы знаешь такой выходишь а тогда еще знаешь это но это только только перестройка началась поэтому яблоки продавали узнаешь на улице вот примусловки то вот ящики ставили и продавали просто на каждом перекрестке и ты выходишь такой ёблоки кругом какие-то как бы такой не понял а я-то уходил еще так скажем перестройка только начиналась с армии вернулся она уже как говорится поперла и поэтому знаешь ты как говорится в дилю такую типа еще такую очень в советском союзе или нет какая коммерция то есть я уходил про кооперативу только но начинали писать в газетах а тут хлобысь вот это вот про то есть как бы знаешь вот я уже такая несостыковка думаю ни хрена себе вернулся на родину понятно как у вас там сейчас у вас таких прикольный сериал если иногда смотрю по телевизору про ментов такой да вообще таки пацаны приколючие капец это ж надо и когда еще думают от казахстана очень не ожидал как уходить и такие ну и больно все угарный получается с снг да ну да как я долго в америке я 27 лет в америке уже живу я в лосвеге сижу кстати если что поэтому то у нас вот и говорю у нас сегодня смотрю на этот самый как его по телефону у нас заморозки сегодня уже плюс 37 будет в чем смешно у нас обычно 48 в августе лами а плюс 37 да это уже заморозки все это можно сами понимаете получить уже этот самый как он обморожение я думал я думал самое самое теплое это самый теплый город я думал жаркий город думал чемпион не самые теплые а место и самое горячее место в это вот два часа от меня это долина смерти она не просто так называется долина смерти там вообще зашкаливает а мало того там жить есть место которое ниже уровня моря то есть его спускаешься на вот это вот короче едешь и потом ты так как бы у тебя дорога вниз 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 и ты даже как бы на скале там они прочее 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 на ну так краской наверно ну там же где и написано здесь был вася только это жаба не видно а вот но если в бинокль присмотреться то наверное есть я уверен вася точно туда добрался а как бы сделано такая ватерлиния да это самая прочерчена на скале ну типа того что это уровень моря и ты получается там 200 метров на ниже уровня моря и там вот вся эта потреска видал наверно наш фотографии особенно девочки любят фотографироваться потресканная такая земля я лежу в платье без платья вот это вот как раз оттуда не я знаю у вас где-то там потресканная земля и получается там как раз рекорды делают это они не 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 это туда ближе salt lake city это да немножко другое это кстати там не очень жарко это там очень все гладенько и туда мы и тому подобное это чуть другое и вот район битте это вот как бы тоже немножко севернее от лас-вегаса просто вернее знаю я там я там везде был этот самый а долина смерти я вообще обожаю долины смерти кстати ну только единственно что но летом туда никому не советую ехать вот а вот когда знаешь типа у нас зима когда у нас вообще страшные морозы там знаешь допустим это ну плюс 22 плюс 25 поехать долину смерти самый кайф ну как ни странно ну как и любая пустыня да ты сам понимаешь днем это обычно светит солнце действительно плюс 25 и классно потом говорится только солнце села у тебя допустим там знаешь в плюс 5 резко причем и как-то уже сразу некомфортабельно чтобы ты понимал в америке нету такого знаешь отопление как у нас там центральное отопление еще чего-нибудь там батареи это вообще нету северных штатах она кстати еще как-то сделано ну грубость это обычно какие-то дуйки да то есть там неважно на электрическая или там у тебя этот как говорится хитинг-памп как сказать ну короче когда кондиционер наоборот работает этот самый это одна фигня ну или там газовая или чуть-чуть но дело не в этом кондиционер получается 2 2 режима и да есть летом у нас холода это зимой но это принципе ну да ну не очень эффективно дело не в этом дело в том что в северных районах у тебя вот эти дуйки они еще это самое вставлены в пол понимаешь потому что там в основном борется как говорится ну потому что холодно а у нас допустим лас-вегасе почти все дуйки ну вот даже где у меня в офисе да вот посмотри как борется где на там вот видишь когда круглая штука да это вы пускай лечо да только наоборот от не вытяжкой но этот самый на то есть это наоборот а вот она соответственно потому что у нас в основном нужен ну как говорится кондиционер это дойка да и вот это ветра дойка получается да она естественно у всех почти ну не то что у всех почти у всех принципе вот вегасе особенно обмонтированы в потолке то есть все вот эти дуйки я это к чему потому что в блин опять когда становится вдруг холодно и ты включаешь к грится хит неважно какой там газовый или еще чего нибудь то получается к ну когда нужен этот самый холод то есть кондиционер понятно да это холодное охлаждается и он потом опускается вниз и все нормально а тут получается он же тоже наверху это дуйка он получается дует вот это верхняя этот самый а муж ну горячая то есть до теплая тепло это не опускается в холод и ты получается ходишь по дому вот первые особенно полчаса да ты приходишь допустим домой типа экономишь да там ну по крайней мере мне приходится я там джиху пришел домой блин холна раз включаешь и получается интересная штука она верхушка на к нагревается да так постепенно то есть в результате ты хочешь подумать я уши уже знаешь как говорится потеют а на ногах и не такая странная ситуация но она так что там у вас еще нашего ой ничего тишина пока главное чтобы у вас майданов не было а то ну и слава богу сейчас родили или я с владивостока это там япония да 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 у меня знакомый туда выехал на пмж ну да у нас там много ваших этот самый хотел что спросить а а чего у вас там этот самый говорят ваш там близко близко то все-таки этот афганистан там поближе и тому подобное нет там же это узбекистан я имел ввиду что вы ближе чем владивосток ну да у нас прямого не граничит вот так получается там киргизия есть узбекистан то есть нет пока там какой-то кипиша что типом да они это тоже их не проблемы конечно раздуто это же просто оппозиция их не ну да в обещать их не будет вооруженную позицию это точно ну понятно так рашен и и с и и и и и и и и иногда смотрю вот там-то два пацана короче ну парни пацаны они гараж гараж получается с вещами со старыми покупают и иногда бывает там у них и золото выходит у меня мой друг занимается этим это очень кстати ну вот он сколько лет двадцать на этим занимается ну у него два дома 2 машины туда все все нормально казалось бы но то что вот последний год творится он просто за голову хватается он во первых во первых все как-то стало почти ничего не продается да и народ стал знаешь как тебе сказать более такой умный что ли на всех этих аукционах где особенно по телеку показывает они сами же это все раскрутили и получается ты не поверишь раньше допустим на сторич то есть вот этот вот ну юнит да то есть вот это вот там да будет сколько она там допустим там три на три вот этот вот херня где-то они там допустим три на девять неважно ты мог купить ну я не знаю я помню времена когда вот там открывает там же как открывает дверь да ты не можешь лазить ну вот примерно видишь вот это все решили да хорошо ска оттуда конец от конечно торчит какая-то машина или там мотоцикл а дорогой а так хрен у зад коробки какие-то тряпками забита может повезти может нет но раньше эти цены все были знаешь там 100 200 вот но несколько как говорится там 100 долларов то теперь эти очень появилось много придурков которые вот насмотрелись этих шоу еще что-нибудь и цены получается в общем-то довольно дебильные а если честно можно же попасть можно зачастую американтос и если там нет ничего хорошего они просто бросает потому что у нас сейчас на сегодняшний день снять вот такой самый маленький так называемый сторич для это которая получается сколько там он получается 250 до где-то примерно 250 на 250 вот так вот и ну примерно но суть не в этом там ночью ты можешь туда положить всякую фигню свою ну среднем это 250 долларов в месяц если раньше это стоило 70 80 понимаешь и как бы и хер с ним то есть это было не трудно человеку заплатить а при всей инфляции при тому подобное что у нас бензинный груз января скаканул вот по сегодняшний день полтора раза даже бензин то ну и все остальное то человек который уже когда-то что-то положил в это в этот как говорится в свой этот склад и потом он сидит думать данного нахрен и он просто вообще тупо перестает платить но там в основном ничего хорошего то и нет другое дело если случайно там кто-то погиб там или еще какая ни тогда еще может быть что там там что-то хранил но последнее время на и что подарков там почти не бывает то же самое если ты там попадаешь какие-то районы типа там гараж сейлов гараж сейлы это у нас очень до принятая когда просто люди знаешь как говорится вот открывает свой гараж и продают свое барахло причем до такой абсурдной вот степени ты даже не представляешь у нас может барахло такую они продают то что у нас были знаешь как говорится ночью бы пытались выкинуть я серьезно говорю там поношенные какие-то там вещи имеется ввиду чуть ли не нижнее белье поношенное причем знаешь и они все равно это пытается продать и они называют еще это бизнес это к пиздец какой-то но тоже знаешь как говорится вот как я сижу по своему вот как говорится ну хорошему знакомому он тоже там что-то умудрялся урывать да честно говоря сам не так давно просто мимо ехал знаешь называется иногда интересно потому что иногда зачем интересно интересно вот именно попасть к таким каким-то старым людям там можно допустим чуть найти такое ковбойская интересная я как-то у другу другу там купил за пять долларов там кабура такая вот конкретно ковбойская кабура такая вся знаешь с узорами со всеми делами да он потом вот отвез ему в подмосковье он там в ней бутылку таскает если вдруг чего у них там какая-то вечеринка она туда почему-то влазит я говорю ну нормально вот в принципе то что тебе надо да это самое ну тоже вот на это на таких вот гараж как тоже иногда можно что-то урвать интересное вот просто сам говорится не так вот недавно вот купился там усилитель ямаховский за 20 долларов который в принципе долларов 400 стоит вот хотя у меня опять таки вот этот же знакомый купил как-то усилитель bolder это вообще кастом такие дела то есть это специальная просто у мексиканцев потому что они на нем цветок держали даже они даже не понимали чуть такое он просто выглядит как ящик и там какие-то дырки вот а это кастом то есть это специальной сборки усилок который стоит там тоже чуть ли не там две-три тысячи долларов но такие вещи бывают знаешь раз сто лет и когда ты особенно смотришь там youtube или там какие-нибудь сети как это сейчас называется тик токи там а я смотрите как в америке ну и чё ну урвал ты случайно сегодня дальше то чё а дальше ты пошел этот купил стуридж мне заплатил за него 500 600 баксов и потом достал оттуда мне нафиг говорится хламьёй или какие-нибудь тряпки и чё а тебе кроме того что ты должен заплатить за него 500 долларов люди еще недопонимают цена 500 долларов я выиграл ха-ха-ха ты еще должен будешь заплатить налог потом этой компании и за вылаз сейчас даже мы платишь за то чтобы тебе ворота открыли как они говорят нет интернет они сами вывозят а это смотрят сторожи каждый stories теперь вы может выпендриваться по-своему когда это все начиналось как-то никто не борзел а теперь каждый историч он же крица правит в прапорте то есть это частная прапорте это частная территория до то есть которая теперь может еще по-своему выпендриваться вот я просто знаю некоторые места где за то что тебе просто ворота открыли на заплатить 25 долларов понимаешь ты завис алё ну тем не менее вот понимаешь то есть то есть я к чему это говорю что если ты даже чего и выиграл там долларов за 500 то плюс 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 и получается уже совсем другая сумма вот ты можешь и влететь очень хорошо ты начинаешь злиться как это обычно знаешь когда играешь в карты или чуть-чуть думаешь ничего на следующем отобью следующего быть еще хуже и так дальше поэтому все эти истории да они как бы актуальны иногда это сейчас то есть как бы я смотря вот на человека который профессионал которым на этом общем-то живет 20 лет я уже вижу что хероватенько ему понятно так скажем все эти сказки кончились интернет свое сделал дело такая штука ладно ты у меня что-то завис по изображению я пойду налью себе еще кофе тебе счастливо алмата привет всему казахстану тоже привет пока налью себе у у